На сегодняшний день клуб, как говорится, заказал проект тем архитекторам, которые располагают мировым опытом проектирования дельферен, мы окажем организационную, в том числе и финансовую помощь, проектирование. Как я понимаю, сам каток будет построен общими усилиями, то есть он будет построен и Черкасским городским советом, с привлечением может быть центрального решения. Наша задача помочь проектировать, в том числе и финансово. И помочь в эксплуатации, то есть дать методику, то есть дать тренеру в фирмурном катании, в хоккее. Но вы знаете, сегодня методическая помощь за 4-5 лет получается дороже, чем разовые инвестиции, потому что это дорогой вид спорта. И, к сожалению, родителям, вы знаете, что в Северной Америке родители платят от 10 до 20 тысяч долларов в год за свое ребенка. Здесь не предусмотрено каких-либо платных секций, потому что спорт может быть в наших условиях, может быть, или частная школа. Но это частная школа, пожалуйста, старуйте открывать. Или клубная школа, как у Донбасса и у Кременчуга, где клуб несет все затраты. Или муниципальная школа, где муниципалитет. Но нельзя, чтобы родители доплачивали тренером, тогда все хотят играть в первой пятерке. А первая пятерка, как известно, одна. То есть начинается такая мелкая коррупция. Я считаю, что чем быстрее он будет реализован, тем дешевле. Тут максимально минимизированы затраты, так как тут установлена одна генерирующая ледовая установка на 2 района, я думаю, что вполне разумно уместиться в сегодняшних ценах 125-130 миллионов рублей. Не только начать строить в ближайшее время, но еще и быстро построить. Понимаете, чем больше месяцев, тем больше 20 трат. За 18 месяцев реально построить. Можно быстрее построить. Тут вопрос, если график финансирования строительства будет совпадать, и не будет проблем, то я думаю, что от 15 месяцев нужно вести речи. Как я понимаю, что полное проектирование – это 9-10 месяцев, начиная с 1 августа, соответственно, 5 месяцев в этом году и 5 в том. То есть в апреле, в мае будет готова полностью рабочая документация, и можно приступать. И я думаю, что к сезону, если так сильно напрячься, то к сезону 19-20 можно закончить. То есть осенью 19-го года. И мы надеемся и уверены, что мы вернемся в Донецк, а с Черкассами будем играть в чемпионате на двух достойных аренах – в Донецке и в Черкасс.